Приветствую вас с заявлениями о том, что это может быть, я бы был осторожен, потому что сказать можно много, а вот, ну, как бы предположить можно много, а вот как оно в действительности есть, можно только догадываться, к сожалению, по вашему сообщению, и я думаю, что очевидно, что вы тяготеете к некому такому, ну, я бы сказал, к некой систематичности того, что вокруг вас происходит. То есть, систематичность, она проявляет в чём? Систематичность, она проявляет в том, что вы проверяете всё, вы хотите, чтобы у вас, ну, всё было под контролем, да, чтобы всё было хорошо. И вот это, как раз таки, и намекают на то, что может быть, что вы и тяготеете к тому, чтобы у вас, ну, всё было нормально, чтобы у вас, там, ну, чтобы у вас, ээээ, всё было постоянно, просто по статальным контролем. Такое дело, ээээ, зачем вам это, и ээээ, что спровоцировало данный процесс? И что, вот это, вообще говоря, очень интересный момент. Потому что, ээээ, как мне кажется, в вашей жизни, ээээ, было что-то, что-то такое, что, условно говоря, ээээ, выдало вас из, ээээ, клеи. То есть в вашей жизни было что-то, что заставило вас думать и мыслить именно в таком ключе. Может быть что-то напугало вас, может быть что-то очень впечатлило вас и так далее. И если это всё так, то вот к сожалению само по себе оно не пройдёт. Потому что вами движет страх. И со страхом нужно что-то делать. А со страхом нужно, условно говоря, бороться, со страхом нужно разбираться. Что заставляет вас бояться, что заставляет вас переживать и так далее. Это нужно более адекватно и более превентивно смотреть. И тогда уже можно будет делать какие-то выводы. Ну а уж видно, что вами движет некие такие фобические состояния, причины которых могут быть самыми разнообразными. Мне бы не хотелось как-то говорить вам что-то конкретное, потому что объективно можно только этим навредить. Я бы хотел, чтобы вы по возможности обратились к специалисту, дабы всё-таки более конкретно проработали вашу проблему. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!